Худобин отразил булит запрещенным приемом, но избежал наказания. Антон Худобин, снова основной вратарь Далласа. Такой статус он в очередной раз получил временно, по причине очередной травмы первого номера Старс Бена Бишопа. В последнее время американцу так не везет, что скоро они с россиянином сравняются по количеству матчей в нынешнем сезоне. Антон, надо признать, с не совсем привычным для себя объемом нагрузки справляется очень достойно, в Техасе точно довольны, что летом решили предложить ему контракт. В пятницу Даллас играл с Вегасом и Худобин остался не очень доволен собой. Все из-за гола, пропущенного уже на 18-й секунде встречи. После матча Кипер отметил, что однозначно должен был отбивать тот бросок, и признался, возможно я еще спал. Увы, в воскресенье Антон допустил ту же самую ошибку, не смог сразу включиться в матч с Ванкувером и снова пропустил на первой минуте. Вина за гол целиком и полностью лежит на Добе, Тим Шалер бросал с очень острого угла, да еще и в ближний угол. С Шалером Худобин до лета 2018 года вместе играл за Бостон, но этим вечером американец не пожалел бывшего партнера. В середине первого периода он бросил в Касане после пасса из угла площадки и оформил дубль. Удивительно, но эти голы стали для форварда первыми за 38 игр в форме Канакс. В эпизоде со вторым голом Асист на Шалера отдал 20-летний шведский вундеркинд Элиас Петерсон. Эта передача позволила ему набрать 60-е очко в сезоне и повторить клубный рекорд, принадлежащий Павлу Буре и Ивану Глинке. Скандинаву осталось заработать один результативный балл, чтобы стать самым результативным игроком в истории Ванкувера. Рекорд Буре и Глинке должен был пасть в начале второй 20-й минутки, когда Петерсон получил право исполнить штрафной бросок. Швед решил обыгрывать Худобина, но российский вратарь бросил клюшку и выбил шайбу у нападающего. По правилам НХЛ, в таких ситуациях арбитры обязаны зафиксировать взятие ворот, но на этот раз судьи поступили иначе. Они посчитали, что россиянин расстался с клюшкой не по собственному желанию, а случайно, и гол не засчитали. Достижение Буре устояло. Даллас воодушевился необычным спасением своего голкипера и совершил камбэк. За 22 секунды до второго перерыва Валерий Нечушкин протащил шайбу через половину площадки, скинул ее на Джейми Бенна, который пробил якобы Маркстрема и позволил российскому форварду прервать 18-ти матчевую серию без набранных очков. Дополнительные пять минут остались без заброшенных шайб, победителя пришлось определять в серии буллитов. Там Худобин по правилам остановил того же Петерсона, а также брака Бассера и Теннера Пирсона, но не справился с попыткой Джошуа Лива. Ну а форварды Далласа запороли все четыре своих броска. 3-2, победа Ванкувера.